Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет влог с вами. Вот, немножко хочу вначале поболтать и рассказать пару происшествий, которые у нас тут произошли. На самом деле, в прошлом видео, да, ничего такого не было, но вот за полторы недели поднакопилось. Расскажу вам, значит, на самом деле, если бы сама бы я с такой ситуацией не столкнулась, я бы ни за что не поверила, потому что, ну, я, в общем-то, из тех людей, которым нужно вот лично своими глазами что-то увидеть, чтобы в это поверить. И поэтому я не смотрю никакие новости. И даже когда я смотрю ТикТок, я все время очень много анализирую, думаю, то есть и очень избирательно некоторые вещи смотрю, потому что, ну, я не знаю, я вот и говорю, я не знаю, как вы, но мне все нужно посмотреть своими глазами. Вот, и я уже рассказывала вам, что когда сюда приехали беженцы в феврале месяце, вот, многим беженцам я сама лично помогала по просьбе своей сестры. Она мне говорила, что какие вещи нужны, в общем, я их собирала. И когда приехала еще одна семья, вот, которая здесь снизу у нас жили, мы помогли им найти квартиру. У нас были просто отличные, замечательные приятельские отношения, не дружеские, конечно, потому что дружеские они не успели перерасти из-за того, что они уехали через 4 месяца. Но мы очень хорошо общались, дети у них были старше, чем Лев, поэтому мы просто, ну, не с детьми, как бы, не на фоне детей подружились, а просто потому что они были очень хорошие, адекватные люди. И они приехали и оформлялись не по 24-му параграфу, даже, по-моему, не брали международную защиту. Международная защита и 24-й параграф, я, честно, не знаю, это одинаковые или разные вещи. Ну, в общем, девушка сразу устроилась на работу, один ребенок пошел в детский садик, он был старше Льва, в старшую группу, и другой ребенок пошел в школу. Так вот, мы с ними отлично общались, вообще, мне очень было жалко, когда они уехали отсюда. Вот, и сама я за все время, я очень много видео тоже смотрю про то, как часто некрасиво себя ведут беженцы в Европе, и даже сами люди, которые проживают в Украине, они говорят, что, ну, типа, не судите по этим видео всю нацию. Я полностью согласна, потому что в каждой нации есть и уроды, и у нас в Эстонии точно такие же есть, и среди русских такие есть. Ну, в общем, я такой человек, что я тоже не сужу по нескольким экземплярам всю нацию, нет у меня такого. И когда вот снимают подобные видео, я все время думаю, что вот пока своими глазами не увижу, не встречусь с этими, ну, с такими подобными людьми, я никогда не поверю, потому что я не знаю, что было до этой ситуации, что ей поспособствовало и так далее. В общем, вчера я пошла в магазин, у меня есть знакомая продавщица в этом магазине, мы очень с ней хорошо общаемся. И вот мы стоим, короче, разговариваем с ней. Насчет садика мы разговаривали, заходят две девушки, они точно из Украины, потому что между собой они разговаривают на украинском языке, как бы у нас в этом плане свободно, как он хочет, на том и говори. Вот, и подходит к нам, мы стоим возле порошков, потому что я сама вообще пришла тоже порошок выбирать. И она спрашивает, почему неделю назад я приходила, ну, она перешла с нами на русский, спрашивает, почему неделю назад я приходила, порошок был 90 центов, уже он стоит евро 40, на что я ей отвечаю, что вы можете еще через две недели прийти, он уже будет 2 евро стоить. Говорит, ну, вот такие у нас в Эстонии цены. И представляете, я, честно, не ожидала то, что она скажет нам в ответ на это, на то, что я ей сказала. Она говорит, мы вообще-то думали, что мы приехали в Европу, а вы здесь живете как бомжи. Я, честно, чуть не села, потому что, ну, на самом деле, я в этот день, да, я была там не накрашенная, в обычных джинсах рваных, в черной куртке, в шапке там на бикрень, потому что, ну, быстро шла, и я абсолютно, у меня ни маникюра, вообще ничего не было. Но я такая, я спрашиваю, ну, я вообще не конфликтная сама по себе человек, я не ругаться, ничего. А я такая, я спрашиваю, а почему как бомжи? Ну, я думаю, что человек должен знать значение слова бомж. Человек без определенного места жительства, причем мы здесь в Европе как бомжи. Так, знаете, если бы мне рассказал это другой человек какой-то, я бы сказала, что он что-то приукрашивает. Ну, просто не может никакой человек вот так вот подойти и другому человеку это сказать. Человек, тем более, пришел за порошком и интересуется, почему он там на 50 центов стал дороже. И тут она нам говорит, что мы здесь в Европе живемся как бомжи. Честно, было даже не обидно, но я просто была в недоумении. Вот да, она сказала, что среди европеек нет там ухоженных. Мы не знаем здесь, что такое косметолог, что здесь такое мастер по наращиванию ресниц, ногтей. Типа все вот такие вот ходим. Ну, в общем, было что-то в этом. Ну, смысл я вам объясняю, я думаю, что вы понимаете. Вот, ну, и мы как бы так переглянулись. Я, честно говоря, вообще не знала, что я ответить, потому что, ну, в этот момент, может быть, я действительно выглядела как-то не по-европейски. Хотя я не знаю, что значит в их представлении выглядеть по-европейски. У нас здесь все достаточно скромно, и у нас здесь его очень мало, ну, как бы, по крайней мере, вот из всех, кого я вижу, очень мало можно встретить людей, там, у которых наращенные ресницы, там, губы колоты, увеличенные. Я, честно говоря, даже не знаю, как это все называется, потому что я сама этим ничем не пользуюсь. Ну, честно говоря, мне немножко было обидно слышать это, ну, про Эстонию, потому что Эстония, если честно, она вообще из кожи вон лезет для того, чтобы помочь беженцам. Да, и поэтому, когда мне начинают говорить, что Эстония, там, какая-то убогая, там, нищая, бедная, ну, вы знаете, мне на самом деле действительно обидно. Эстония, да, маленькая, небогатая страна абсолютно. Здесь у нас миллионеров точно нет, но даже до коронавируса мы все жили очень даже сносно. У всех была работа, все зарабатывали деньги, платили за свои квартиры, брали кредиты, чтобы купить квартиру, брали кредиты на машины, там, и так далее. Мы жили хорошо. Я себя бомжом совсем не считаю, да, среднего достатка семья, можем себе там что-то позвольте, я не говорю, там, знаете, ездить, покупать себе, менять машины каждый месяц, там, покупать себе квартиры каждый год, ездить в путешествие пять раз в год. Нет, этого мы себе позволить, конечно, не можем, но вот все, что у меня есть и все, что я могу себе позволить, покупать косметику, одежду, какую я хочу, да, пусть она там не какая-то брендовая, я имею в виду, есть такие бренды, которые прям очень-очень дорогие, но обычный, там, Adidas, Nike, там, и так далее, ходить, одеваться в зале, мне этого достаточно, абсолютно себя бомжом я никаким не считаю. Так что вот такой случай со мной произошел, вот честно, если бы сама не столкнулась, вообще бы не поверила в это, потому что, ну, реально, не верила я так, чтобы какой-то человек мне мог подойти, любой, неважно какой национальности он, и просто вот так вот обозвать, что мы здесь все как бомжи ходим, пособия у нас маленькие, квартплаты большие, я это все знаю. Да, я вот слышу много, что из Украины люди хотят жить в Европе, я честно, я не понимаю, почему вы хотите в Европу. Мы вообще даже об этом как-то и не мечтали, я не знаю, мне так было прекрасно, когда мы жили, у нас были кроны. Если вы думаете, что вы войдете в Евросоюз, и у вас повысится зарплата, а цены останутся прежние на том уровне, на котором есть они сейчас, то нет. Нет, я тоже так думала, но, к сожалению, нас, по-моему, один к одному, чуть ли не приравняли, так что, не знаю, я бы очень рада была, если бы Эстония опять вернулась бы к кронам, и жили бы мы как раньше, все у нас тогда было хорошо, поэтому не знаю. Объясните мне, если у меня есть вот из-за, ну, если у меня аудитории кто-то остался из Украины, вот объясните мне, почему вы хотите в Евросоюз, почему вы хотите в эту Европу, что здесь настолько для вас притягательно, что вы вот прям очень хотите сюда попасть. Многие, у кого вы спросите, кто сейчас живет в Евросоюзе, они ответят вам, что при том, когда же все жили со своей валютой, жили намного лучше, чем сейчас. Так, сейчас доставку привезли, вот я в сельвер заказываю, ну, где-то, наверное, раз-два в месяц это бывает максимум, потому что, ну, доставка у них достаточно дорогая, 5,90, вот я заплатила за доставку и заказывала продукты, которые у нас здесь не продаются. У нас тут два магазина всего больших и остальные маленькие, вот, и на самом деле тут особо, так мне показывать, интересного нечего. Я там морковку заказывала, вот у меня 49 центов получилось, картошка взяла. Картошка вот эта получилась по евро 25 килограмм, очень дорого, но самая дешевая картошка у нас стоит 49 или 59 центов, но она просто вообще ужасная, там половина, она старая, короче, страшная, поэтому вот я взяла вот такую картошку, ну, хватит нам там на два блюда где-то. Взяла еще вот такие вот филе рыбы, взяла, чтобы Леве дать, потому что он вообще просто категорически отказывается есть рыбу, но я ему даю рыбий жир, но рыба ему по вкусу не нравится, он говорит, да, это невкусно, не хочу, но я заметила, что вот в панировке всякие вещи там ему очень нравится, там какое-то мясо вот в панировке, например, куриное филе ему нравится, поэтому попробую рыбу таким образом. Он вот из всего, вот он рыбу никак не хочет есть и, блин, что-то еще было, в принципе, остальное все ест. Вот, дальше, вот ради чего я делала заказ, это вот такие вот штучки, картофельные медальоны, или не знаю, как их назвать, я сама такие делаю, вот, знаете, когда пюре остается, то можно вот сформировать такие штучки и делать, но я решила один раз попробовать вот такие вот купить, уже готовые, и они настолько вкусные, у меня вот почему-то так прям точно не получается, их можно наполнять и зеленью, и рубленным мясом, и рубленным куриным филе, в общем, чем захотите, и обалденно вкусно получается, попробуйте сделать из пюре. Ну, а если есть у вас где-то в магазине вот это, это какая-то международная марка, то есть не эстонская наша, где-то, вот там я смотрела, Нидерланды или, ну, короче, какая-то такая, думаю, что у вас есть эта фирма, вот попробуйте обязательно, просто обалденно. И еще вот Лева тоже делает вот эту картошку с секторами, вот, именно вот эту, то есть когда я дома делаю, она у меня тоже такая не получается, почему-то вкусно получается, но вот, знаете, консистенция не та, поэтому я заказываю. Кстати, вот здесь вот 750 грамм, и по скидке сейчас 2 евро 19 центов стоит, это достаточно дешево, потому что у нас цены, конечно, неимоверно поднялись. И, в общем, да, вот я и хотела вам, кстати, вот эту штуку посоветовать, если где-то найдете. Так, что еще? А, мне еще здесь положили, ну, всякого по мелочи заказала, мне еще здесь положили вот такой вот купон скидочный. Если кто-то, может быть, на Викинг Лайн поплывет, можете вот скидку взять, если вам надо. Я точно никуда не собираюсь, но может кому-то пригодится. Так что вот по мелочи набрала, сейчас буду все в холодильник ставить и дальше снимать видео. Кстати, не знаю, показывала я вам или нет, я наконец-то вот этот органайзер поставила сюда и уже успешно им пользуюсь. Ну, я ставлю сюда вещи, которые мне нужны для ухода за кожей. Там мицеллярная вода, кремы, которыми я пользуюсь. Здесь вот такие два ящичка есть удобные. Вообще, очень мне нравится, такой хорошенький. И все у меня здесь хорошо сочетается. Кстати, знаете, еще хотела рассказать. Вот сейчас еще поставлю, это неудобно держать. Помните, я снимала видео и показывала, что мы заказывали шкафчик для раковины, потому что, ну, у нас там такой он уже не очень новый, достаточно старенький такой был еще от предыдущих хозяев. И мы заказывали новую раковину и шкафчик. Пришло нам все в разбитом виде, можно было пазл собрать. Я ждала, пока вернут мне деньги. Это было уже год назад, деньги мне вернули, и они спрашивали, как бы, хотим мы, чтобы деньги вернули, ну, как бы, на счет, либо можно, чтобы вернули на аккаунт самого сайта, и потом можно найти деньги, что-то купить. И мы выбрали, чтобы вернули на аккаунт этого сайта, чтобы в дальнейшем заказать, когда раковина появится, подходящая, чтобы мы могли там заказать шкафчик под раковину, раковину и шкафчик, который над раковиной висит. наконец-то появился нужный размер, так как у меня ванная маленькая, мне туда не все размеры подходят, вот 60 сантиметров, это вот так вот максимум просто туда идет, и наконец-то вот мы заказали шкафчик на эту сумму, потом ходила еще на шкафчик, который наверх вешается, и на полочке, вот, потому что с этими деньгами уже все равно не сделаешь, если они у тебя на аккаунте лежат, то есть ты уже, ну, никак вывезти не можешь, раз ты согласился, чтобы они там были, поэтому, когда все придет, я вам обязательно покажу обновленную свою маленькую ванную комнату, мне кажется, будет очень красиво, потому что не буду пока ничего показывать, что мы там заказали, потому что будет тогда неинтересно смотреть, но когда все придет, обязательно вам покажу, так, пока Лев лег поспать, я расскажу вам, что мне из посылки пришло, тоже не даст мне снимать нормальное видео, будет 50 вопросов в секунду, вот, а сейчас в полной тишине поснимаю и расскажу, какие мне посылки пришли, вот такую я заказывала из магазина Синсай, вот, на весну некоторые вещи, и была у меня еще одна посылка с моим пришел, но там чисто такое по мелочи было, так, сейчас буду показывать вам, первое, что пришло, это мы заказали вот такую вот жилетку, так, я сейчас перейти на правильную сторону, вот такая вот жилетка для Жени кататься на велосипеде, он себе сделал крутой матовый велосипед, вот мы сказали жилетку, чтобы весной он смог кататься, следующее, что заказала, это Лови, вот, тоже вот такую вот кофточку, на весну будет носить вместе с жилеткой, сейчас еще покажу жилетку, которую я тоже ему заказала, вот такая вот классная жилетка с Микки Маусом, сам выбирал, спросил, какую хочет, выбрал вот такую вот, далее, это уже я заказывала для себя, тут непонятно, но это вот такой вот розовый свитерок, он, знаете, у него такой, здесь написано, что тач, это как кашемир, точно, материал как кашемир, вот я встану, так вот, ну, в общем, такой нежный-нежно-розовый, следующее, заказала еще вот такое вот большое полотенце, одно из серии, из которых я заказывала два маленьких, заказала вот такую вот наволочку, чисто весенний диван свой сделать, у меня такой бордовый, ну, не такой розовый, в общем, пыльной розой, и на нем красиво будет, у меня здесь зеленая стена, вот, это я, Лёве, заказала вот такие вот штаны, к этой жилетке, будут вот в таком костюме ходить, так, что еще, заказала себе вот такие спортивные штаны, все, никак не могу в размер штанов попасть, опять заказала М, блин, я хотела С взять, я заказала М, беру М, они мне все большие, видите, может быть, тоже, кстати, большие, так, что еще, ага, это простынь на резинке, на нашу кровать, далее, я сказала, вот такой вот объемный большой белый свитер, тяжелый такой, знаете, он с такими блесточками, вот он огромный, видела, как у девушки там модели с юбкой, было очень красиво, сейчас у меня еще там две вещи осталось, покажу, так, и вот я распаковала, здесь еще в коробке лежит одна вот такая вот суповая тарелка, помните, я показывала вам кружки, у нас такие есть, и я заказала вот такие вот тарелки, заместо тех, которые у нас там откололись уже, вот, эти тарелки были по 3 евро, эта посуда просто супер, вот советую, рекомендую присмотреться, если у вас есть такой магазин, и последнее, что там было, это вот такая вот свечка, у меня такая розовая есть, и я взяла еще вот такую голубую, очень-очень приятный аромат, но, опять же, я и для красоты ставлю, открываю иногда, чтобы в комнате пахло, Женя всегда говорит, у тебя в комнате здесь так вкусно пахнет, ну, у меня здесь и духи всякие стоят, и свечки такие я часто открываю, поэтому такой аромат, в общем, этот весь заказ мне там обошелся, ну, дешевле, чем 100 евро, потому что были скидки, вот, я заказала так, ну, нормально, я считаю, в принципе, на весну ловит, там много вещей, но я заказываю ему там, потому что он все это на качелях, на горках просто убьет, и какие-то супер дорогие вещи тоже не вижу смысла заказать, пока вы маленькие, 4 года, может быть, попозже, так, а этот свитер, я специально брала размер М, что-то цены здесь нету, не помню, сколько он стоил, 30, по-моему, что ли, евро, а со скидкой 22, если я не ошибаюсь, так что вот, этот заказ был Сенсай, и покажу, что у меня еще было в заказе от Мембершоп, так, коробка номер 2, такие заказы были себе, вот такие вот кроссовки, я давно хотела, вот они темно-темно-зеленые, вот видите, если так поставить их, то видно, что они зеленые, но мне все время кажется, что они черные, вот 37 размер, вот такие вот кроссовки, я вот хотела, знаете, чтобы здесь вот такая вот резиночка была, буду носить с джинсами, и со спортивной какой-нибудь одеждой, и я еще там заказывала, сейчас, просто обалденные, смотрите, так, это с высокой типа талией, это, вот я взяла размер М, я буду их продавать, потому что они очень большие, мне просто пипец, я их надела, ну, это, вот это Том Тейлор, я их надела, я просто в них потанула, но сами они по себе вообще суперкрутые, посмотрите, как они сделаны, материал просто потрясающий, ну, то вы, к сожалению, не знаю, почему М такой большой размер, я не люблю всю обтяжку, поэтому взяла, думала, типа, будет как оверсайз, но они, видно, что они мне прям большие, на более большую попу, чем моя, поэтому придется их продать. И еще забыла показать вот такие вот джинсы, это, по-моему, мам джинс Зара, такие, ну, я их уже надевала несколько раз, у меня здесь на коленке такие потвертости, мне так хотелось вот такого цвета джинсы, прямо именно такие светлые, и чтобы вот у них дырки были такие, вот, я взяла еще такие джинсы, и свитшот у меня был розовый, тоже вот от Зара, так что, в принципе, на весну я укомплектована, все у меня есть, и джинсы, и спортивные штаны, если они, конечно, небольшие, вот, ну, то другой размер поменьше, скажу, эти все продам, вот, так что, да, теперь это все мои покупки из одежды были. У нас, наконец-то, весна наступила, видите, все растаяло, там единичные места остались, где снег, вот, еще хотела вам сказать, что вчера у нас Альфа умерла, вот, кто давно меня смотрит, знает, что у нас была собака, и вчера, в общем, пришлось ее усыпить, потому что у нее 4 было опухоль, рак, в общем. Я, когда стерилизовала ее, я думала, что я ее, в принципе, уберегу от этого, от онкологии, ну, по-женски, да, уберегла, но зато в 4 других местах были опухоли, и ей уже 17 лет, это все неоперабельно, она уже мучилась, так что больше нет Альфы. Девочки, помните, мы обсуждали с вами, какой самый вкусный кофе, мне много всяких разных там вариантов посоветовали, но вот этот я вариант сама нашла, до этого я перепробовала уже, наверное, 15 штук разных, ну, все, что доступно в моем городе, 2 на 3 метра из двух магазинов, ну, и также заказывала в доставке, и, короче, вот этот кофе реально самый-самый вкусный, вот, это достаточно крепкий такой для эспрессо, у него уровень обжарки шестерка, и вот эта вот пятерка, они настолько ароматные, настолько вкусные, просто вообще не передать словами, и у нас такая баночка, вот 250 грамм здесь получается, да, 250, она стоит сейчас по 3,99, по скидке, когда скидки не будут, тогда будет 8 евро стоить, ну, дороговато, конечно, за 250 грамм, но, в принципе, так покупать можно, ну, вот пока по 3,99, я вот купила две банки, всего два вида у нас продается, и с удовольствием огромным пью, так что я просто вот рекомендую всем попробовать, кстати, вот у меня подставка здесь стоит, это я принесла, сейчас буду картошку чистить, пока Лёва спит, потому что надо, чтобы когда Женя пришел, ну, было все почищено, он будет суп варить, и поэтому так договорились, и вот подставку я себе принесла, заказала, она такая высокая, на нее можно планшет ставить, заказала ее за 2 евро на Алиэкспресс, вот, это вот по той акции, где вы можете набирать 3 товара за 2 евро, 3 товара за 3 евро каждый, и 3 товара за, получается, по-моему, 4 евро, да, вот, и она мне, да, 2 евро обошлась, она такая крепкая, хорошая, и вторая у меня еще есть, была еще третья, но я ее маме отдала, потому что ей тоже так удобнее смотреть, так что, если есть у вас этот раздел, посмотрите, там товары, там есть очень-очень классные, качественные товары, а помните, вот такие вот мои тапочки, это тоже с Алиэкспресс заказывала почти 3 года назад, в идеальнейшем состоянии, хотя ношу я их часто, потому что часто делаю влажную уборку в пылесос, и мы, чтобы ногами ничего не развозить, грязь тапки, в общем, надеваю, смотрите, как были пушистики такие, так и остались, и еще хотела вам показать, все-таки напомнить, если вы еще не попробовали, в общем, 2 месяца я пользуюсь этим кремом, и мое мнение на 100% укрепилось, вот так я его некрасиво обрезала, когда посылку быстро вскрывала, это Белита, и крем называется Идеалиста, действительно, он дает просто идеальную кожу, вот этот 0,2 оттенок, он нейтральный, то есть он подходит для любого подтона, вот, так как я очень бледная, мне вообще идеально подошел, и он настолько хорошо перекрывает все недостатки, что ему абсолютно не требуется помощь никакого консилера, и он в течение дня никуда не сползает, остается на лице, он отлично даже поры перекрывает, но не закупоривает их, то есть никаких высыпаний он у меня не вызвал, очень жалею, что заказала только один у этой женщины, которая белорусскую косметику возит, напишу ей сегодня, чтобы мне 5 штук привезла, она, по-моему, по 5 или по 6 евро их продавала, я, честно, не думала, что за 6 евро крем обладает вот такой способностью, как этот, поэтому всем очень-очень рекомендую попробовать, действительно классно, даже переплюну сиси-крем от Luminec, которому я просто пылала любовью, и никакой другой особо признавать не хотела, вот, так что всем очень-очень рекомендую. Так, я хотела вам показать, вот еще у меня с Алиэкспресс посылки, некоторые дошли, по одной приходят, даже не сесть, полноценное видео не снять, но там у меня еще идут посылки, может, потом отдельное видео запишу, вот заказала его в его любимой машинке, Mac, из, Mac, да, по-моему, из Молнии McQueen, у нас вот красный уже был, и я заказала розовую машинку, хотя он к розовому цвету сказал, что это для девочек, и не хочет ничего розового, но почему-то именно розовую машинку выбрал. Очень хорошее качество машин, это все металлическая часть, и вот этот пластик здесь еще сзади у них вот открывается, и туда можно ставить машинку. Вот, очень классные игрушки, и, по-моему, недорого, то ли по 6 евро, то ли по 7, вот, это поклонникам тачек очень рекомендую. И еще заказала две вот такие вот салфетки для стола, сзади они, видите, сделаны как клеенка, их очень-очень много видов, но мне понравилось вот это вот с маленькими такими влубончиками, и с такой бахромой, очень красивые салфетки на стол, я заказала пока что две, хотела посмотреть качество, но, в принципе, там в отзывах тоже было очень хорошее качество, если надо, пишите, ссылки вам тоже оставлю, и стоили они по 3 евро, по-моему, качество просто замечательное, очень красиво на столе смотрится, я фоток там посмотрела, ну, все в восторге, кто, по крайней мере, заказывал, поэтому, если надо на что-то ссылки, то обязательно пишите. Кстати, не помню, в прошлом видео показала или забыла, заказала вот такую вот акулу, не знаю, почему-то всем детям нравятся эти акулы, типа как Икея, и это тоже пришла с биркой от Икея, и, действительно, льву она очень понравилась, он везде с ней таскается, и спать тоже с ней ложится, заказала ее, по-моему, за 3 или 4 евро, вот, качество хорошее, у нее такое приятное, знаете, она такая плюшевая, прям очень мягкая, классная, ну, просто уродливая маленько, да, страшненькая в плане внешнего вида, но по качеству тоже отлично, если у вас, например, нет Икеи, но вы хотели эту акулу, то на Алиэкспресс они разных размеров есть, вот это 45 сантиметров. Икея